37-летний Екатеринбуржец, простреливший соседу голову из травматического пистолета, в тот момент, когда потерпевший пытался поговорить с ним о поведении его сыновей, взят под стражу сроком на один месяц. Свердловский областной суд не согласился с решением районного Аджиникизовского суда, ранее оставившего Якова Софиулину свободу, ограничив его только в пользовании интернета. История, вызвавшая у Якова немотивированную агрессию и приведшая к инвалидности его 46-летнего соседа Ильдара Зизиддинова, произошла в Екатеринбурге 24 марта. На детской площадке у жилого дома по проспекту Космонавтов двое более сильных мальчишек уронили и начали пинать ногами более слабого сына Ильдара. Мать пострадавшего мальчика разняла драчунов и повела нападавших к их отцу, поскольку этот инцидент был уже не первый. Но вместо разговора Яков, как утверждает Лилия Зизиддинова, ударил его по руке и пригрозил убить, если женщина еще раз коснется его сыновей. О случившемся женщина рассказала мужу, и тот после работы зашел к соседу. Софиулин попросил Зизиддинова подождать его на площадке в подъезде, пока он оденется, а одевшись вышел и, не произнеся ни слова, выстрелил из пистолета оса в голову Ильдара. То, что мужчина выжил и сохранил большую часть своих жизненных функций, врачи назвали чудом. Оперировали Ильдара целую ночь, удалили ему часть поврежденного мозга, удалили пулю и осколки костей черепа, а оставшуюся после операции полость закрыли титановой сеткой. Изначально сбежавший с места преступления Яков позже был задержан и помещен в СИЗО на два месяца, но затем стало происходить странное. Сначала суд отказался продлить ему реальный арест, заменив его на домашний. Но бумаги о домашнем аресте забыли передать в ОВСИН, и излишне агрессивный мужчина фактически остался на свободе, никем и ничем не контролируемым. Когда позже следователь вновь попытался поместить Якова под арест, судья отклонил это ходатайство, мотивировав тем, что даже будучи неконтролируемым, тот никуда не сбежал и ничего противоправного не совершил. Позже Яков проигнорировал направление следователя на стационарное психолого-психиатрическое обследование, заявив, что СМС и WhatsApp-месседжи он не читает. Поэтому женщине-следователю, ведущей его дело сейчас, пришлось, по ее признанию, лично принести ему бумажную повестку домой, пригласив на заседание областного суда. Сейчас, будучи вновь арестованным, подозреваемый в покушении на убийство Яков Софиулин вынужден будет пройти психологическую экспертизу в стационаре закрытого типа, сообщает информагентство 66.ру.